МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире Загадки человечества. Сегодня в программе. Новая угроза человечеству. Пауки способны съесть людской рот меньше, чем за год. Когда членистоногие планируют нападение? И как спастись от надвигающейся беды? У них яд такой, что ткани разрушаются после их укуса. Соль, белая смерть или панацея от всех болезней? Американские ученые заявили, что она помогает избавиться от ожирения, диабета и даже проблем с сердцем. И не зря рабочим горячих цехов дают подсоленную воду. Майя зашифровали историю Вселенной в своем календаре. Американские исследователи нашли доказательства внеземного происхождения древних индейцев. Откуда пришли предки Майя? Этот календарь – отголоски из прошлого. Возможно, даже марсианского, а не венерянского. Легенда о Франкенштейне стала реальностью. Современные ученые притворили мечту фантаста в жизнь. Взяли мертвую конечность и пересадили ее живому существу. Чего нам еще ждать от современной медицины? Да, развиваются технологии, позволяющие создавать такие трансплантаты. Движение полюсов Земли заставляет таять ледяную шапку Антарктиды. Какие тайны откроются человечеству? Что уже обнаружили ученые на безжизненном материке? И почему мировое сообщество приняло решение закрыть часть Антарктики на 35 лет даже для исследователей? Не подпадает под нашу концепцию строения Земли. Шокирующее открытие российских ученых. Машину для переселения душ построили в России. Как узнать, кем ты станешь в следующей жизни и кем ты был в прошлой? И именно в голове, в головном мозге содержится информация о прошлых жизнях. Вирусы сделали из обезьяны человека. Новые исследования ученых доказали, эволюция строилась на мутации белков, вызванной эпидемиями. Почему современный человек перестал эволюционировать? К чему приведет новое открытие? Любое из них состояние уничтожит человечество. Генетики нашли истинных арийцев. Последние исследования ученых помогли выявить потомков древней расы. Кто стал наследником легендарных ариев? И почему Гитлер пытался истребить славян? Та знаменитая гаплогруппа H1-A1. Она единственная. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Пауки могут уничтожить человечество за один год. К такому заключению пришли европейские ученые. Прожорливость этих насекомых позволяет им поглощать пищу в несколько сотен раз превышающую массу их собственного тела. Так в рационе этих членистоногих есть не только жучки и мухи, но даже птицы и змеи. Как скоро ненасытные твари доберутся до людей? Стоит ли опасаться членистоногих обжор современному человеку? Шокирующее заявление сделали два европейских ученых. Мартин Нифтеллер и Клаус Бирхопер долгое время изучали пауков и в конце концов сделали вывод. Эти членистоногие могут сожрать всех людей на Земле всего за один год. Так неужели человечество скоро вымрет из-за пауков? Сегодня я работаю с разными видами животных, но изначально концентрировался исключительно на пауках. Изучал их в Северной Африке, в пустыне Сахара, в пустыне Намиб. Еще совсем недавно самым прожорливым насекомым считалась саранча. Новейшие исследования переместили крылатых обжор на второе место. Поразительно, но некоторые виды пауков могут не есть неделями, месяцами и даже годами. Но если проголодаются, то сметают все на своем пути. Они вводят в свои жертвы сок пищеварительный, ждут, когда белки все там с помощью пищеварительного сока переработаются, а потом высасывают эту пищу. Ученые выяснили, многочисленная популяция пауков истребляет насекомых больше, чем все остальные животные вместе взятые. Они пожирают мелких птиц, грызунов, лягушек и ящериц. Только за год могут поглотить от 400 до 800 тонн добычи. Таким образом, пауки съедают больше добычи, чем все люди, рыбы и мясо на земле, что впечатляет. Пару лет назад полчища ядовитых пауков добрались и до людей. Садия – небольшой городок на востоке Индии. От укусов взвесившихся членистоногих там погибли три местных жителя. Десять человек остались инвалидами, а четверо пропали без вести. У пауков самое страшное – это вот их защита от яд. Для человека они чем опасны? Ну, например, самые известные, там, каракур, черная вдова. То есть от его укуса может человек даже умереть. То есть пауки многие, они, у них яд такой, что ткани разрушаются после их укуса, все. Исследователи считают, что столь агрессивное поведение пауков спровоцировано глобальным потеплением и, как следствие, снижением количества пищи. И если учесть, что суммарная биомасса 7 миллиардов жителей планеты составляет всего 357 миллионов тонн, то паукам потребуется всего год, чтобы истребить все человечество. Обычная пищевая соль. Белый яд или белая смерть? Как оказалось, на самом деле она полезна. Соль помогает лечить диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Такое заявление сделали американские ученые из университета Теннесси на Всемирном симпозиуме диетологов. Их исследования опровергают все, что нам говорили о соли и ее вреде за последние 20 лет. Когда и каким образом белый яд превратился в лекарство 21 века? Соль не вызывает жажду, а наоборот, сохраняет воду в организме. Ограничивая себя в соленой еде, мы вредим здоровью. К таким выводам пришли ученые из университета Теннесси, проведя уникальный эксперимент. Исследование проходило во время моделируемой миссии на Марс. Астронавтов разделили на три группы. В течение всего эксперимента они получали разное количество соли – 6, 9 и 12 граммов в сутки. Результаты удивили весь мир. Чем больше соли употребляли участники эксперимента, тем меньше они хотели пить. Результаты исследования показали, что соленая диета не вызывала повышенное чувство жажды. Как раз наоборот. Участники эксперимента стали пить меньше жидкости. Соль сохраняла воду в организме. Врачи часто предупреждают – соль – это белый яд. Она задерживает воду в тканях, вымывает кальций из организма, разрушает желудочно-кишечный тракт. Американские ученые опровергли все эти утверждения. Российские диетологи со своими коллегами солидарны. Без соли человек жить не может. А без соли от себя ни в коем случае нельзя. Есть такие люди сейчас, чистильщики, которые чистят свой организм от избытка соли. Так вот это очень часто заканчивается в реанимации с остановкой сердца. Результаты исследования показали, что избыток соли не откладывается в организме, а выводится вместе с мочой. Парадокс, что при этом участникам эксперимента постоянно хотелось вовсе не пить, а есть. Ученые объяснили – соль сохраняет воду, и организм начинает использовать ее повторно. Этот процесс требует энергии, поэтому и появляется чувство голода. Полученные данные свидетельствуют о том, что фактически соленая диета заставила участников пить меньше воды, поскольку соль запускает работу механизма, который сохраняет воду в почках. Ученые не только опровергли устоявшееся представление о вреде соли, но и открыли новые возможности человеческого организма. Исследователи доказали, что в экстремальных условиях соль просто незаменима. Она помогает сэкономить драгоценные капли воды. И не зря рабочим горячих цехов дают подсоленную воду. Но там тоже можно передозировать эту воду. И это тоже неправильно. Поэтому, наверное, истина где-то вот посередине находится. Результаты исследования могут навсегда изменить представление о водном балансе человеческого организма. Ученые уверены, что полученную ими информацию о соли можно использовать при создании новых методов лечения различных заболеваний. Смотрите далее. Календарь Венеры. Майя зашифровали историю Вселенной в числах. Кому удалось разгадать послание древнего племени? Инопланетные цивилизации участвовали и в построении летоисчисления, и внесли свой календарь. Легенда о Франкенштейне стала реальностью. Современные ученые притворили мечту фантаста в жизнь. Взяли мертвую конечность и пересадили ее живому существу. Чего нам еще ждать от современной медицины? Да, развиваются технологии, позволяющие создавать такие трансплантаты. Антарктида может лишиться льда. Какие тайны откроет людям безжизненный материк? И что там скрыто сегодня? Почему в Антарктике появилась запретная зона для исследований на долгих 35 лет? То, что в Земле существуют большие полости, это не подпадает под нашу концепцию строения Земли. Переселение душ под контролем ученых. Машину для реинкарнации создали в России. Когда аппарат заработает? И как будет происходить этот процесс? И именно в голове, в головном мозге содержится информация о прошлых жизнях. Эволюция человека – результат многочисленных эпидемий. Как менялся наш организм в борьбе с болезнями? И почему сегодня сопротивляться вирусам мы больше не можем? Новые вирусы не возникают из ниоткуда. Они возникают в процессе эволюции из уже существующих вирусов. Шокирующее открытие генетиков. Потомки загадочных ариев живут среди нас. Кто унаследовал гены белых богов? Некий голубоглазый светлый народ с севера, которого индусы назвали арией. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В моих руках копия одного из древних артефактов цивилизации Майя. Это календарь Венеры. В нем, по мнению ученого Калифорнийского университета Герарда Алдан, майянские астрономы зашифровали космическую историю всей Вселенной. Изучив Дрезденский кодекс Майя, астроном пришел к выводу, что в основе календарного цикла индейцев зашифрованы реальные астрономические наблюдения, сделанные в начале нашей эры. Календарь Венеры, который годы пылился в запасниках, сегодня стал главной загадкой для современных исследователей. Невероятно! Дрезденский кодекс Майя, больше известный как календарь Венеры, оказался не пустыми сказками индейских жрецов, а настоящим астрономическим атласом. В Калифорнийском университете ученый-майонист Герарда Алдан сумел не просто доказать, что данные календаря Венеры связаны с движением планет на заре эры. Он даже расшифровал имя древнеиндейского астронома, Кокупакаль из Чечен-Ици. Так что же такое календарь Венеры? Почему в его цикле 260 дней? И для кого создан этот календарь? Майянский календарь – это был природный календарь, который позволял человеку жить в гармонии с природой и строить свое взаимоотношение с ней на условиях определенного симбиоза и определенного сотрудничества. У индейцев Майя 20 календарей. Каждый из них отражает определенный цикл, но при этом они дополняют друг друга. Лунные, солнечные, сельскохозяйственные. Но определить предназначение календаря Венеры оказалось не так просто. Все небесные тела имеют какие-то циклы прохождения полных кругов по небесной сфере, но циклов 260 дней нет ни у кого. Поэтому можно себе представить, что Майя, как народ космоса, возможно, перенес на Землю память о цикле какой-то другой планеты, с которой они были связаны когда-то. Год на Венере длится 224 земных дня. Сутки 244 часа. Что же такое 260 дней? Профессор Лев Орлов считает, что во времена Майя Венерианский год мог длиться 260 дней. Возможно, этот календарь появился, когда планета вращалась чуть быстрее вокруг своей оси. Сейчас ученые делают расчеты, чтобы определить истинный возраст календаря Майя. Если его предположения подтвердятся, нас ждет настоящая историческая сенсация. Венера была главным богом, потому что наличествовала вот эта вот прямая связь между Венерой и Землей, то есть связь напрямую. То есть Земля являлась как бы ученицей, божественной ученицей Венеры. Поэтому для учителей, которые появлялись на Земле, было долгом представить для людей Земли Венеру именно как главной планетой для Земли. Есть и другая гипотеза. Календарь Майя зародился следом за понятием времени. Индейцы Мезоамерики смогли узнать о нем благодаря откровению свыше. Майянский календарь, он абсолютно стабилен. У него нету сбоев ни в какие стороны. Он идет в определенном космическом цикле, в котором нам несколько сложно это понять, потому что это система, которая возносит нас еще на 15 миллиардов лет назад, как я уже сказала, когда еще только-только было основание Вселенной с периода Большого Взрыва. В мифологии Майя Венера – родина главного божества, крылатого змея Кецалькоатля. Чем же индейцам Майя так приглянулась эта планета? Эксперты по древним цивилизациям уверяют, индейцы считали Венеру своей прародиной. Народ Майя считается одним из народов космоса, некогда путешествовавший по космическим просторам и вот в какой-то период своей истории нашедший свой приют на Земле. Календарь – это инструмент, который позволяет синхронизировать жизнь людей с жизнью планет во Вселенной. И наоборот. Это своего рода цифровое заклинание, способное ускорять и замедлять ритм небесных сфер. Этот календарь – отголоски из прошлого, возможно, даже марсианского, а не венерианского, потому что период обращения вокруг своей оси у планет менялся. Или же наша планета Земля до столкновения с Теей, это другая планета на заре Солнечной системы, когда еще горячие были планеты, вот столкнулась наша Земля с другой планетой поменьше, откололась Луна. Сгусток такой, который сейчас рядом с нами летает. Цивилизация Майя сохранила след взаимодействия с пришельцами. Оттиски на стенах пирамид, легенды, мифы и календари – все это эксперты считают зашифрованными посланиями потомкам, которые просто надо правильно прочесть. Покаль, например, был знаменитый, который изображен в космическом корабле. И он гораздо крупнее по размерам, чем люди, которые его окружали. Так же, как, собственно, и в Египте. Боги были гораздо более мощными, рослыми, чем люди. И вот это указывает на то, что инопланетные цивилизации участвовали и в построении летоисчисления, и внесли свой календарь. Но майянские жрецы зачем-то переняли. Это остается тайной. Свои календари древние майя не рисовали, а строили. Один из примеров – пирамида Чечен-Итце. У нее четыре стороны. На каждой стороне по 91 ступени. Если перемножить эти значения между собой, получится 364 – количество дней в современном году. И еще один день – запасной – символизировала вершина пирамиды. Это те самые сутки вне времени, когда календарь синхронизируется с остальным миром. И каждый фрагмент этой матрицы относился к естественному циклу жизни. Мечты Франкенштейна осуществились. Ученые совершили сенсационный прорыв в области медицины. Впервые в лабораторных условиях специалистам удалось оживить лапу мертвой крысы. Конечность умершего грызуна пересадили живому. Сосуды и капилляр заработали. Лапа мгновенно наполнилась кровью, а новый хозяин конечности тут же смог ее согнуть. Это событие может стать мостом в подлинное бессмертие. Какие же чудеса нас ждут в 21 веке? И может ли новое открытие стать ключом к воскрешению человека? Биотехнологи из США опробовали методику, которая позволила им вырастить лапку крысы в специальном биориакторе. Ученым удалось полностью воссоздать конечность животного со всеми костями, хрящами, сосудами, связками и мышцами. Да, развиваются технологии, позволяющие создавать такие трансплантаты. Да, в не очень обозримой, но в общем научно ощутимой перспективе мы, наверное, научимся создавать более или менее похожие на живые органы. Самое перспективное в этих операциях – то, что для выращивания будут использоваться собственные стволовые клетки пациента. Это в десятки раз сократит вероятность отторжения нового органа при трансплантации. Это будущее в том, что после этого не надо будет ни принимать никакие именно супрессивные препараты. И будет гарантия, что она приживется и без никаких осложнений, компликаций. Для проверки работоспособности крысиной ноги ученые подключили к мышцам электроды. Все пальцы и суставы двигались, и животное даже смогло самостоятельно пошевелить вновь обретенной лапой. Сила конечности уже через несколько дней после операции была такой же, как у новорожденного грызуна. Кстати, для того, чтобы вырастить ногу крысы, потребовалось всего две недели. В случае с человеком времени потребуется гораздо больше. Растет, конечно, все это очень медленно. То есть человеку придется ждать год-два, пока вырастет определенный какой-то орган. Единственное, чем новая конечность будет отличаться от родной, у нее не будет нервных окончаний. Впрочем, эта проблема может решиться самостоятельно. Даже при пересадке чужих рук и ног нервы часто прорастают из культи в имплантируемый орган. Если этого не произойдет, за дело возьмутся нейрохирурги. Нервы, анастомозы делаются уже давным-давно стандартным образом. Тут больше то, что в искусственных условиях выращена, это лапка, это как бы достижение. А ее уже технически приспособить, это уже реальный, нормальный, на сегодняшний день медицина. В биореакторе уже созданы искусственные легкие, сердце и печень животных. Несмотря на успехи, ученые считают, что пройдет еще как минимум десятилетие, прежде чем им удастся пересадить выращенную руку или ногу человеку. Смотрите далее. Ледники Антарктиды растопят движение полюсов Земли. Какие тайны откроются человечеству? Что скрывают ученые на безжизненном материке? Какие засекреченные объекты скрывают военные на Южном полюсе? И почему международное сообщество закрыло на 35 лет для посещений часть ледяного континента? В Антарктиде существуют некие полости, заполненные в том числе воздухом, где можно жить. Переселение душ под контролем ученых. Машину для реинкарнации создали в России. Когда аппарат заработает? И как будет происходить этот процесс? И именно в голове, в головном мозге содержится информация о прошлых жизнях. Смертельные эпидемии – двигатель эволюции. К такому заключению пришли ученые после расшифровки генома человека. Как наш организм мутировал в борьбе с болезнями? И почему сегодня нам надо бояться вирусов больше, чем когда-либо ранее? Любой из них в состоянии уничтожить человечество. Но вирусу это не выгодно. Мифические арии оставили след на Земле. Гены загадочной расы найдены у современных жителей планеты. Кто из современных народов унаследовал ДНК тех самых арийцев? Это люди со светлыми глазами и светлыми волосами, светлым типом кожи. Смотрите прямо сейчас в программе «Загадки человечества». Климатологи НАСА зафиксировали движение магнитных полюсов Земли. За последние 10 лет Северный полюс уже сдвинулся на 3,5 метра на восток. Чем это грозит человечеству? По мнению ученых, с каждой новой отметкой ледниковая шапка Антарктиды будет исчезать, открывая исследователям еще вчера недоступные территории. Казалось бы, теперь количество научных станций на Южном полюсе должно стать рекордным. Но вместо этого 11 ноября 2016 года в газете «Вашингтон-Пост» было опубликовано официальное заявление бывшего госсекретаря Джона Керри. В нем он объявил о подписании нового межправительственного договора, согласно которому Антарктида будет закрыта для частных посещений и научных экспедиций на ближайшие 35 лет. Как объяснить столь странное решение? Почему в момент, когда до сенсационных открытий остается всего один шаг, материк объявляют закрытой территорией? С момента открытия полюса официально считались безжизненными ледниками. Однако сторонники теории полой земли уверены, что там есть пустоты или воронки, которые ведут в подземный мир. Не загробный, а вполне реальный. Допустим, в легендах русского севера говорится о чуде Белоглазой, которая ушла, причем не так давно, то есть по реставрации историков, буквально полторы-две тысячи лет назад, ушла под землю, когда туда пришли, так сказать, современные народы. Кажется невероятным, но и в наше время под землей есть жизнь. Порядка 10 тысяч человек проживают в подземных городах и древних тоннелях. В Лас-Вегасе, на Ямайке, в китайской провинции Янань существуют целые общины подземных жителей. То, что в земле существуют большие полости, это не подпадает под нашу концепцию строения земли. Принято считать, что есть ядро, есть мантия, есть свои законы развития. Но время показывает, что это не совсем так. Сегодня на официальном уровне теорию полой земли считают фантазией. Однако с помощью новейших рентгенов американские геологи продолжают открывать целые подземные комплексы, связанные между собой. Геологи уже пообещали в ближайшее время создать карту обитаемых недр Земли. Однако осуществить этот проект им мешает новый запрет на работу в Антарктике. Ведь именно там находится самый неизученный кратер нашей планеты. Спутник НАСА обнаружил огромную дыру над полюсом, существование которой, в принципе, наверное, просто невозможно. Это был огромный кратер, и что было там внутри, было абсолютно непонятно. Но, тем не менее, это задокументированный факт. О проходах под землю в районе полюсов первым из ученых заговорил английский астроном Эдмунд Галей. Он не только открыл знаменитую комету, но и подробно описал строение полой Земли. По его теории, кора нашей планеты имеет толщину 800 километров. На внутренней стороне есть свое магнитное поле, гравитация и свое Солнце в центре сферы. Фактически это идея яйца, когда есть королупа, а внутри него находится жизнь, которая неким образом живет и развивается. То же самое может быть и с другими планетами, что вся, собственно, сфера жизни в этих планетах находится непосредственно внутри, а не снаружи. А мы, пытаясь искать жизнь снаружи, мы ее, естественно, не находим и делаем вывод, что наша галактика, наша Солнечная система, они необитаемые. Хотя, по большому счету, внутри никто не искал. Точно так же, как внутри никто не искал и на нашей планете. Теория полой планеты кажется невероятной только на первый взгляд. Она оказалась вполне актуальной, как только речь зашла о Марсе, Луне и Венере. Сейчас ученые из НАСА проводят масштабные анализы снимков со спутников в поисках разумной жизни в марсианских пещерах и кратерах Луны. На официальном уровне теорию полой земли преподавали в школах Третьего Рейха. Гитлер считал наличие жизни в недрах планеты аксиомой. Главными воротами в подземный мир Рейхсканцлер называл Антарктиду. Он дважды посылал туда экспедиции в 1934 и 1939 годах. Почти все материалы об этих походах были уничтожены в конце войны. Тут есть самые разные предположения. Были обнаружены так называемые карты прохождения морских глубин для подводных лодок, где как раз показан маршрут подводной лодки для попадания под лед Антарктиды. То есть предполагалось, что под Антарктиды существуют некие полости, заполненные в том числе воздухом, где можно жить. Находки Третьего Рейха на Южном полюсе до сих пор остаются загадкой. Точно так же, как и результаты американской экспедиции 1947 года. Тогда известный авиатор и полярный исследователь Ричард Бёрд совершил аварийную посадку. Позже он писал в своих дневниках, что ему удалось попасть в параллельное измерение. Это произвело на него огромное впечатление, и он до последнего отстаивал идею о том, что действительно там под землей есть жизнь, есть цивилизация. В 1947 году Бёрд решил повторить свою попытку найти вход в подземный мир. Но по каким-то причинам власти США решили отменить экспедицию. Сегодня новейшие технологии могут помочь нам исследовать то, что в 40-х годах казалось невозможным. Но с момента полета адмирала человечество недалеко продвинулось в разгадке тайны земных полюсов. Переселение душ существует. Им можно управлять. Машину для реинкарнации собираются запатентовать российские учёные. По словам исследователей, на сегодняшний день машина для перемещения души в пространстве ещё только в проекте, но шансы на то, что его удастся реализовать, весьма велики. А значит, теперь человечество будет не умирать, а перерождаться. Как скоро мы сможем узнать всё о своих прошлых жизнях? Что нужно для этого? И сколько будет стоить такая услуга? С древних времён люди стремились к бессмертию. И сегодня мечта человечества может осуществиться. Вот только речь идёт о бессмертии души, а не тела. Российские учёные доказали – реинкарнация – не выдумки и не миф. Она действительно существует. Более того, процессом перехода души из одного тела в другое можно управлять. Вообще это очень опасно, когда человек берёт на себя миссию Бога. Многое есть в мире, то, что ещё, так сказать, мы не имеем права, наверное, не имеем права это совершать. То есть брать на себя функцию Бога. В реинкарнацию верят последователи индийских религий – буддизма, индуизма, секхизма. Они считают, что в следующей жизни человек получает такое тело, которое заслужил. Все индуисты стремятся к нирване. Нирвана – это достижение свободы от колеса сансары. Такая жизнь становится для него последней, и он обретает свободу. Российские исследователи перевернули традиционные представления о реинкарнации. Они уверены – выбор тела для последующего воплощения происходит случайно. Душа умершего переходит в тело пятимесячного эмбриона. Именно в этот период у плода начинает формироваться мозг. Память распределяется в головном мозге в виде многомерной сети голограмм. И именно в голове, в головном мозге содержится информация о прошлых жизнях. Но самое главное – реинкарнация происходит только в радиусе двух тысяч километров. К такому выводу российские исследователи пришли путем математических подсчетов. Однако индийский астролог Пунит Нахата с исследователями категорически не согласен. Такое представление о реинкарнации убивает ее суть. Главное в учении о реинкарнации – то, что человек имеет возможность сам влиять на свои последующие воплощения. Это не случайный процесс. Человек может переродиться в любой точке мира. Итальянка Донна Луна подтверждает слова индийского астролога Пунита Нахаты. Она утверждает, что помнит свое предыдущее воплощение. По ее словам, свою прошлую жизнь она прожила в России. Донна Луна впервые прилетела в Москву в 2008-м. Однажды в антикварном салоне Донна Луна увидела старинный портрет. У нее пропал дар речи. Ведь девушка на картине была похожа на нее, как две капли воды. Я спросила, кто это, и мне ответили, что на картине изображена Донна Луна, моя полная тезка. Вот только жила она 300 лет назад, умерла в 1689 году. Мне стало интересно, я начала изучать историю ее жизни. Оказалось, что она была доверенным лицом царевны Софьи. Итальянка Донна Луна уверена, девушка, изображенная на портрете, ее предыдущая реинкарнация. Историки утверждают, в 17 веке действительно жила Донна Луна, которая была доверенным лицом самой царевны Софьи. Донна Луна погибла при невыясненных обстоятельствах, по одной из версий сгорела в карете. Кстати, я с детства панически боюсь огня. Кроме того, говорили, что Донна Луна обладала магическими способностями, я также чувствую в себе экстрасенсорный дар. Случай Донны Луны уникален. Обычно взрослые люди не помнят свои предыдущие воплощения. Однако врачи и ученые часто фиксируют воспоминания детей о своих прошлых жизнях. Дети 5-7 лет с пугающей достоверностью рассказывают о том, где они жили, чем занимались и как умерли. Память о предыдущих жизнях к 8 годам исчезает. В этом возрасте у человека развит уровень души. Душа, которая помнит все. А в дальнейшем у него развивается субментальный план. Подключается эго, личность, здравый смысл. Впрочем, по мнению некоторых исследователей, воспоминания о прошлых жизнях периодически всплывают абсолютно у каждого человека. В такие моменты, кажется, то, что сейчас происходит, уже случалось и раньше. Ученые называют это феноменом дежавю. Люди почему-то не могут понять, что за границами пяти ощущений есть нечто высшее. В разных религиях это шестое чувство называется по-разному. Например, в буддизме оно понимается как сунья или просвещение. В отличие от восточных верований, в европейской культуре реинкарнация традиционно отвергается. Но так было не всегда. Греческий теолог Риген Адамант считал, что грешники в следующих жизнях рождаются животными или растениями, и только праведники достигают Царства Божьего. 5 мая 553 года патриарх Константинопольской церкви признал веру в реинкарнацию смертным грехом. Это называлось по-другому. Реинкарнация – это потом уже слово появилось. А то, что душа бессмертна, и то, что душа может переселяться, это и в раннем христианстве, это у всех народов, в любой религии это есть. Сейчас все, что мы знаем о реинкарнации, не больше, чем просто гипотезы. Но если переселение душ все-таки существует, стоит ли человеку пытаться вмешиваться в процесс, природа которого нам непонятно? Смотрите далее. Смертельные эпидемии – двигатель эволюции. К такому заключению пришли ученые после расшифровки генома человека. Как наш организм мутировал в борьбе с болезнями? И почему сегодня нам надо бояться вирусов больше, чем когда-либо ранее? В любой из них состояние уничтожить человечество. Но вирусу это невыгодно. Ученые нашли потомков истинных арийцев. Какие открытия сделали ученые на Южном Урале? Почему в Индии проживают сотни миллионов славян? И что связывает индийцев с россиянами? Кто унаследовал ДНК великих ариев? И где находилась прародина всех людей – Гиперборея? А главное – почему Гитлер стремился уничтожить славян? Одином носителе этого гена оказалось около 200 миллионов человек. В эфире «Загадки человечества». Смотрите через минуту. Эволюция – это вирусное заболевание. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета. После многолетних исследований ученые выяснили, что человек и шимпанзе разделяют всего 30% мутировавших белков. И эти мутации человеческого белка появились именно благодаря вирусам. По мнению ученых, различные вирусные эпидемии заставляли организм первых людей мутировать, чтобы выжить. Но каким образом белки влияют на сопротивление вирусам? И если белок принимает участие в этом процессе, почему побороть болезнь способны далеко не все люди? Французские ученые утверждают, что вирусы появились на планете более 300 миллионов лет назад. Столетиями человечество боролось с заболеваниями, но, как оказалось, именно смертельная угроза – причина нашей эволюции. Более того, все живое на Земле развивается исключительно благодаря своей борьбе с многочисленными болезнями. Именно это причиняет нам все неприятности. Именно из-за этого мы заболеваем. Однако иногда происходит и процесс приспосабливания к вирусам. Затем люди, у которых есть мутация, которая делает их невосприимчивыми к конкретным вирусам, выживают гораздо лучше, чем люди, у которых этой мутации нет. Повышение температуры тела, боль, проблемы с пищеварением и кровотечение – это симптомы знаменитой эболы. По данным Всемирной организации здравоохранения, последняя вспышка вируса убила больше 11 тысяч человек. Однако ученые считают, что это было только началом. И в будущем у этого вируса жертв будет гораздо больше. Давайте вспомним о вирусе эболы. Многие люди уже погибли. Такое происходит, когда вирус слишком силен. Эпидемии в процессе эволюции человечества случались сотни или даже тысячи раз. Новые вирусы не возникают из ниоткуда. Они возникают в процессе эволюции из уже существующих вирусов. Эбола, вирусы иммунодефицита, оспы, бешенство, гриппа – все они смертельно опасны. Но, по словам биологов, человек научится с ними справляться. Тем более, что у вирусов нет цели убивать своего носителя. Ведь человек, по сути, их дом и место размножения. Своего рода идеальный инкубатор. Любой из них в состоянии уничтожить человечество. Но вирусу это не выгодно. Потому что вместе с человечеством он теряет среду обитания. И я думаю, что если вирусы осознали у человека, как угрозу для себя, то нам бы поколения даже бы не хватило. По словам медиков, сейчас взаимоотношение человечества с вирусами похоже на гонку вооружений. Каждый эволюционирует по-своему. Мы изобретаем новые лекарства и вакцины. Вирусы мутируют, чтобы приспособиться к ним. Однако сегодня, в этом соревновании, пальму первенства, по мнению исследователей, держат именно болезни. Чем будут более совершенные вакцины, более совершенные химиопрепараты противовирусные, тем, соответственно, будет более эффективная, даже не сколько активная, а сколько эффективная эволюция таких вирусов. Если появится новый вирус, то человек переболеет им, либо погибнет. Другого выбора нет. Этим летом Южная Корея оказалась на пороге масштабной эпидемии птичьего гриппа. В борьбе с вирусом в Сеуле власти даже издали указ. Всем сотрудникам птицеферм запретили жить в своих домах, пока не закончится тотальная дезинфекция. Нарушителям грозил штраф до 9 тысяч долларов или заключения под стражу до года тюремного срока. Казалось бы, такие жесткие меры излишни, ведь этот вирус можно получить только от прямого контакта с птицей. И от человека к человеку он не передается. Однако ученые уверены, что болезнь может мутировать в любой момент, и тогда ее распространение будет не остановить. В зоне смертельного риска окажутся почти 150 миллионов человек. И это настоящая катастрофа с точки зрения нормального человека. А с точки зрения науки, да еще и в масштабах планеты, это еще один виток эволюции. Ученые нашли на Земле потомков истинных арийцев. Генетики смогли выделить ДНК легендарного племени из древних сосудов и черепов. С помощью последних разработок все человечество было поделено на гаплогруппы. Одна из них оказалась ближайшим родственником легендарных арийцев. Сегодня исследователи готовы назвать современных потомков великой цивилизации. Примерно 2 миллиона человек. Столько Адольф Гитлер уничтожил во время Второй мировой войны. Он внушил миру, что немцы – потомки великих ариев, богоизбранный народ. А значит, другие нации должны им подчиниться или исчезнуть с лица земли. Но зачем Гитлер на самом деле истреблял славян? И кто действительно является носителем гена истинного арийца? Предполагается, что они являлись носителем первичной культуры. Будь то там металлургическая культура, письменная культура. И, мигрируя, они вот этому населению передавали некие знания, скажем так. То есть они являлись такими культуртрейгерами. Древние легенды утверждают, арии стали не просто прародителями человечества. Они были хранителями сакральных знаний. Им были подвластны тайны законов природы, технологии работы с металлами и камнем, знания об устройстве Вселенной. Многое из того, что сегодня мы называем сверхспособностями. Арии, в общем-то, не обладали, возможно, уровнем технических знаний. У них не было заводов. Но у них была духовность, связь с духовным сообществом вот этих вот из космоса. В своих стремлениях получить священные знания, служители Третьего Рейха отправляли экспедиции в Гималайи и на Тибет. Ни одна гипотеза о месте зарождения великой расы не осталась без внимания рейхсканцлера. Но фюрер искал не там. Арии пришли к северу. Это была миграция народов на юг, практически до Индийского океана, до Индостана, погоня за теплом. А потом, когда опять тепло начало отступать назад, на север, обратно, возвращение этих миграционных потоков на свою прародину Гиперборею. На протяжении многих лет древнейшей цивилизацией считалась шумерская. 6 тысяч лет до нашей эры. Но то, что нашли российские ученые в Воронежской области, изменило ход истории. Рядом с селом Костенки было обнаружено больше 26 стоянок древнего человека. Радиоуглеродный анализ костей из захоронений показал – это были индоевропейцы, и они жили в Воронеже 30 тысяч лет назад. И у нас, оказывается, одна из самых знаменитых прародин. Ну, одна из самых активных. То есть мы видим это по металлу, мы видим это по вещам, мы видим это по распространению могильников с колесницами там, с ритуалами со всякими и так далее. Культурные маркеры или отличительные черты артефактов из косенок повторяются в древних стоянках по всему миру. Вот только возраст археологических находок Индии, Турции и Китая намного меньше российских. Самая древняя в мире колесница на сегодняшний день, это знают абсолютно все, это наша колесница на Южном Урале. Это колесница Синташты, колесница Аркаима. За время раскопок в Аркаиме группой были найдены массовые захоронения. С помощью новейших технологий российским ученым удалось провести точнейший анализ ДНК древних челябинцев. В это сложно поверить, но по результатам последних исследований в Аркаиме 40 тысяч лет назад жили Индусы. Официальная наука придерживается теории, что человечество зародилось на юге, и расселение людей на планете шло от южных к северным землям. Однако современные исследования ставят эту гипотезу под сомнение. Если взять за основу факт зарождения цивилизации на территории России, то каким образом спустя 30 тысяч лет у индийских брахманов сохранились чистые гены жителей Аркаима – Ариев? Дело в том, что индийское общество, кастовое, и каждая каста строго следит за чистотой крови. Браки заключаются лишь с себе подобными. Именно такая обособленность сохранила чистую арийскую кровь у брахманов. Светловолосые, голубоглазые, со светлой кожей – это лишь первичные внешние признаки принадлежности к потомкам Ариев. Они характерны для многих европейских народов. Так что же, голубоглазые германцы действительно были истинными арийцами? Недавние исследования ученых показали – немцы были потомками Ариев, но очень далекими. Мы единственные прямые следники Ариев, та знаменитая гаплогруппа АШ-1А1. Мы генетически прямые потомки тех самых первичных Ариев, которые дали движение и толчок в создании всех наций вокруг. Знал ли об этом рейхсканцлер Германии? А если бы знал, могло ли это остановить безжалостное истребление народов? История не терпит сослагательного наклонения. И как сегодняшние открытия могли изменить наше прошлое, нам уже не узнать никогда. Но, возможно, именно эти новые знания помогут людям избежать повторения старых ошибок. Мир полон тайн. И каждый раскрытый секрет – еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин, и это были «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok